Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешен. Номер 685. События дня. Иклисиаса 7.26. И нашел я, что горше смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы, добрый пред Богом, спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. Юрий Соболев. Хорошее и красивое стихотворение. Благодарю, Игнатий Тихонович. Вчера оно зачитывалось. Я говорю, так и поется оно. По ссылке можете включить. Это Виктор Николаевич поет ее. Юрий Соболев. Благодарю, да, сегодня весть в пути. И день о вас думает, Игнатий Тихонович. Считай ваши стихи, псалтырь, слушай лекции. То есть это начитанные псалтыри и прочее на нашем сайте. Никита Колесников. Голубей проверяю сейчас каждый день. Я ему вопрос задал, как. Из чайника кипятком лью в тазы. Зерна, соли даю. Белых двадцать семь штук, сизых три штуки. Шарика выгуливаю. Починил правую воротину на скворечнике. Упала вчера. Скворечник это дом называется. Домик, в котором я живу. А отработка есть почти четыре литра. Постараюсь отправить во вторник с Игорем. Батюшке переколол все дрова. С Игорем Глушковым залатали его крышу. Подготовили к зиме. С матушкой еще много моркови накопали. Перемыли. Посадили чеснок. Тоже ей помог подготовить тепличку к зиме. Землю для рассады набрали в мешки. У барабаша на такую работал. Последнюю гречку провеяли. Починили баню вместе с Ромой. Возле Ромы, которая трубу поменяли. Я прибрался внутри. Оставил только нужное. Чурку притащил, чтобы дрова для печи помельче раскалывать. Потаскали тяжеленные срубы на нужное место. Это у Романа видно. Пасть моя уже пять дней как закончилась. На работу никуда не зовут. Только матушка все просит еще ей там помочь. Я отвечаю. Спаси, Христос. Молодец. Моркови привези хорошие. А то это у нас наша мелкая. Роману все покажи. Расскажи относительно голубей. И к тебе вопрос. Ты не против, если я снова тут, в избе, буду держать парочку голубей зимой? Володя согласен. Надежда Васильевна там оставила свою картошку. Наша машина не смогла забрать. Как она там? Мы не взяли с кем сюда ее переправить? Володя работает в разных местах. А спишь где? На русской печи? Никита отвечает. Да, прямо на печи. Очень мне удобно. Вот морковку и картошку надо с кем-то на машине. Очень трудно об этом договориться. Постараюсь. Голубей, конечно, пусть живут. Отвечает Игорь Барабаш. Подвез ли с земли ковша три на ту неоконченную нору бобров на храмовом пруду? Он обещал, но без себя там не сделать. Нужно самонить по-настоящему эту нору до самого верха. Никита уже не ответил, видно. Не проверил, что я ему написал. Вот видите, какая переписка. Так это мелочь. События мелочь. Ты поработаешь, что Никита там делает. А погода-то какая. А эти, которые там нападают, заходят, ругаются, у них ничего нет. И смотреть нечего, и сказать не могут. А калачужой колокольни бегают, собачонки, мощатся на нее. Больше ничего тут нет. Как Лев Толстой говорит. Вокруг моей колокольни-то суетятся. Ну и наши показатели, ресурсы. Это мой мир. ММ. Два М. Не мамроди. Вот. Тут что? Сегодня что поставлено, сюда перекидываем. Вот оно уже есть, евангельское чтение. Каждый день. Маленький, но интересно посмотреть, как у нас тут. Ну и форум. Очень хороший, большой. 2821 день у нас. Вопросы, ответы. 1600. Это вообразить невозможно. Сейчас ничего не трогаю. Ну, заходит 250-300 человек в день. И целый год. Никаких отзывов, ничего нет. Читают и приходят, как в библиотеке. В библиотеку приходят-то. Сидят. Молще. Шепотом кто-то что-то скажет. А вот возьми у других на форуме. Там матерятся, ругаются. Там обзываются. И почему. Смотреть модераторы должны за этим. И вот. Сегодня поставил тоже 5. Каждый день по 5 роликов ставлю. И вот. Наш видеоканал. Православный видеоканал. Открытым оком во свете Библии. Большой видеоканал. 8500 роликов. Просмотров 8.550.408. И подписчиков 8.829. Нас отнесли к средствам массовой информации. Вот сейчас уже выставляю. Я же через неделю только. Там кто-то. Я замки снимаю. А закачивать я тут не закачиваю. Редко когда. И во свете Библии. Наш библейский сайт. Вот сейчас над ним работает. Оказывается этот ресурс. На котором он расположен. Сервер там перекидывали. Там. Там где-то. И все в кучу избили. И кое-что потерялось. Сейчас полную ревизию сайту делают. А тут около 50 книг аудио. Мною насчитаны были еще раньше. В годы советской власти. Вот. И вот интересно. Богатый материал у меня какой. За неделю вот есть. Это у меня 126 неделя. Подряд я отмечаю где. Еще у нас тут. Вот за неделю у меня. 118 гигабайт. За неделю. Прикиньте. 118. И файлов 146. Да большие. Но это я из архива стал вытаскивать. Которые еще. И с моего мира. Мой мир. Которых здесь нету. А там мой мир-то стоят на месте. Это не Ютуб. Ну и что тут. Сейчас мы 10 папку разбираем. Вопросы и ответы. Государство. И вот сейчас тоже вытаскиваю. Вопрос 2129. Восьмой том открытым оком. Не дай бог испытать на себе, что перенесли наши братья и сестры во время гонений. Кто из святых может быть примером в годы испытаний? Как поступать тогда? Это мне вопросы все задают. Задавали в университетах, в школах, в милиции, в воинских частях. Я три радиопрограммы вел регулярно. Теперь не узнаешь, кто задавал. Ответ. Таких примеров тысячи. Это были самые огненные годы для церкви. Слезы и кровь, и стоны, и в то же время свет небесный озарял путь каждого исповедника и мученика. Мир озарялся с полохами пожарить, когда тысячи слуг Божьих пылали на аренах и в храмах. А оставшиеся на свободе скрывались, и о них заботились служители. Сегодняшние разжиревшие холеные попы – это жалкая и постыдная карикатура на тех христиан. А про епископов и говорить стыдно. Это сегодня князья, прелюбодействующие с мирскими властями открыто и радостно вызывающе. Только гонение может освободить церковь от этой толстой накипи. Котел будет жарко растоплен, и сгорит окалина. Вот это я за кафедрой отвечаю. Конечно, папа мне нравится такое. Иезекииля 24, 11. И когда котел будет пуст, поставь его на уголь, чтобы он разгорелся, и чтобы медь его раскалилась, и расплавилась в нем нечистота его, и вся накипь его исчезла. Совершенно не как будто бы напасть какая. Редко-редко какое исключение из того, что вот у пророка Иезекииля говорит. Псалом 77, 34, 37. Когда он убивал их, они искали его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу, и вспоминали, что Бог их прибежище, и Бог Всевышний, избавитель их. И льстили ему устами своими, языком и своими лгали перед ним. Сердце же их было неправо перед ним, и они не были верны завету его. Вот, говорит, покайся, ты встанешь, вот, встанешь ли, стиль, Бог-то понимает. Лаврентий, 10 августа. По убиении за исповедание Христова, святого папы Степана, на его место, как на верную смерть, был возведен святой Сикст. В то время не было папы, которого виновала чаша страданий. Святой Лаврентий повиновался, взяв все церковные сокровища, не исключая и утвари. Он ходил по городу, разыскивая скрывающихся клириков и убогих христиан, и помогал им по мере их нужды. Так он пришел на гору Хелион, где нашел жилище одной вдовы со дня смерти мужа, которое прошло уже 32 года. Эта вдова по имени Корякия укрывала у себя многих христиан вместе с их пресвятерами и клириками. Святой Лаврентий принес сюда ночью серебра, одежд и других необходимых предметов, и стал умывать ноги как священнослужителям, так и остальным христианам. Вдова же Кирякия, поклонившись ему в ноги, сказала, «Умоляю тебя, раб Христов, возложи руки твои на мою голову, которая у меня страшно болит». Святой Лаврентий отдал ей полотенце, которым вытирал ноги, и возложил на голову ее руки, сотворил крестное знамение и сказал, «Во имя Господа нашего Иисуса Христа, будь здраво!» И тотчас вдова избавилась от своей болезни. В ту же ночь святой Лаврентий пошел в местность города, известную под именем Канарийской. И тут в доме одного христианина по имени Наркис встретил много христиан, он умыл ноги им, уделив от церковных сокровищ на их нужды. Придя в ярость, царь приказал, обнажившись святого, простереть его на земле и бить скорпионами. Скорпионом называлось «орудие для пыток». Это тонкая железная палка с острыми зубцами. Иногда скорпионами называлось «бичи» на конце «железный крючок», которым куски отрывались. Ну и стихотворение. «Египетские казни прошли, местами вспыхивая, снова затаились. Перед исходом избранных земли покажут на его накачанную силу. На место оспы, побежденные вроде мутанты, закаленные в прожарке, жуки, невиданные в поле в огороде, пируют в холодильнике, как и в духовке жаркой. Ни химзащита с вредным опылением, ни изменение генетической подкладки, ни в помощь и напрасно тратят деньги, диктует мошкара свои порядки. Нам нужно провести переоценку, нацелить силы в нужном оправлении, начать с себя, с грехов своих, с мошенства. В посте с молитвой встанем на колени. Припомним фараона казнь детишек, разнообразивших меню у крокодилов. Сегодня мать дитя считает лишним, мутробер рвет на счастье, не родила. Напрасно Моисеем в уши сеял, освободить не на войне плененных. ЦК Египта становилось злее и надвигалась ночь предельно темной. Все вожделенное, чем страна гордилась, внезапно провалилась и исчезла. Компартия тогдашнего гориллы волхов расспрашивала, рассуждала трезво. Своим богам в тогдашних мавзолеях курили, возносили приношения. В шатрах Израиля уже барашек блеял, и на подходе грозный ангел мщения. Египетские казни повторятся, погаснет свет и не найти писания. Антихристу масоны уже слепили ясли, штрих-код прочерчивает с полох полосами. 26 сентября 2003 года. Кажется, вчера написано было уже 14 лет. 14 лет. Ну и вот пока на сегодня все.